Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и я думаю, что вы уже все заждались новое обновление. Да-да-да, вам не послышалось, потому что обновление 0.16.0 вышло. Ну а где же обновление 0.16.1? Ну что же, прямо сейчас мы со всем этим разберёмся, так что присаживайся поудобнее. Обязательно прожимай огромный лайк, подписывайся на мой канал, пиши... Господа, прямо сейчас к вашему вниманию представляю лучшую реализацию обновления 0.16.1. Приятного вам просмотра. Просто посмотрите на всё это, как же всё это красиво. Специальные предложения, это Rival Case. Дальше, представляю вам новые наборы в честь выхода режима Союзники, новые стикеры, Competitive Pack и ещё какая-то акция, просто посмотрите, как же много всего и насколько же это круто. Блин, ребят, по сути это обычный интерфейс, немножко переделанный, но тем не менее, как же всё это классно. Посмотрите на события, события просто идеальны. Ну, прикинь, там, типа, события мировой турнир или события Кентус Лили Керамбит Голдзе 0.3. Ну, было бы прикольно, если были бы какие-то новости в Стэндово 2. Это было бы очень круто. Так, ну чё, ребятки, смотрим дальше. Ветлик, всем большой привет, потому что эта реализация вышла очень-очень крутая. Блин, ребят, а посмотрите, как можно выбрать спокойно любую карту, любой режим. Очень быстро, всё, мгновение пальца. Так, ну чё, смотрим дальше. Так, это у нас получается новая коллекция. И я вам скажу только одно. Да она же, блин, лучше, чем даже в том же Стэндово. Так, давайте посмотрим, сколько она стоит. 259 рублей. Ну, тем не менее, дешевле, чем Голд Пастин, но как-то всё равно дороговато, ребят. Я же, мама, не миллионер, потому почему не надо подешевле. Ну, вот этот скин на G22, скажем так, он среднячок. Блин, а вот М60 Санрайз, вот этот пулемётик, да? Ну, очень даже неплохой. Кстати, попрошу вредить внимание, что помимо скина вы ещё получаете какую-то медальку. Вау, а это вообще нож. Вау, то есть если мы купим, к примеру, весь этот набор, то мы получим нож Якудзе. И вы посмотрите, какой он красивый, потому что я вижу, что на стволе этого ножа нарисован реально какой-то Якудзе. Но 2 600 рублей за нож, это же... Хотя, подождите, паст стоит 5 косарей рублей, да? Чтобы купить с уровнями совсем, и ты получаешь в итоге один нож. Нет, в принципе, цена адекватная, мне нравится, и я бы, возможно, даже купил. Плюс, помимо паста, мы ещё получаем крутые наклейки. Это немаловажно, я считаю. Блин, ребят, посмотрите на этот Танто Якудзе. Блин, как же это круто. А, да, кстати, почины, нож Танто очень скоро выходит на рынок. Но это всё между нами, я ничего не говорил. Так, что мы видим тут интересненько? Тут я вижу обычный инвентарь, обычный Джигаманд Рипер. В принципе, ничего такого супер-секретного я не вижу. Так, окей, ребятки, смотрим дальше. Так, у нас есть 3 акции. Так, 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 понятно. Ну, вот этот Якудзе Пак мы уже видели. Специальное предложение. А что там такое? Дайте угадай, покупаешь 2 ревел-кейса, 3-й ревел-кейс дарят подарок. Как думаете, я прав или нет? Так, промокод, так. Не говорите, что сейчас ведём промокод. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ребят, говорю сразу, это фотошоп, это не рабочий промокод. Не проверяйте, говорю, 100%. Ну, не надо проверять, пожалуйста, будьте умнее. Так, тут написано успешно. Что же мы получаем? А, ну-ка, мы получаем... Подожди, мы получаем статрек АКР Некроманстер Не, я, конечно, все понимаю, но Но я думал, там какой-то новый скин С новой коллекцией, что-то уникальное, что-то интересное Ну ладно, ребятки, не дезморалимся Смотрим дальше, потому что я хочу Дальше посмотреть, что же еще интересненько Тут есть, так, о Немножко я вижу измененные лобби Да, кстати, лобби очень прикольные, посмотрите Можно выбирать карту, можно выбирать режим Закрытый, открытый Все, в принципе, как и было раньше, только все смещено Максимально вправо, чтобы вам Ничего не мешало Ну, я считаю, это реально очень круто, потому что, честно говоря Я считаю, что Само лобби и сами игроки должны занимать больше час экрана А там какой режим, открытый-закрытый Вот это, я считаю, было бы оптимально Так, ну что, смотрим дальше Какие же у нас есть интересные режимы Тренировка, соревновательные союзники, загладка бомбы Ну, в принципе, все, как было, так и осталось Потому что это, ребята Если что, концепт на 0.16.1 Так, подождите Так, стопы Так, это ж нихрена не Сакура-то Это ж нихрена не Сакура-то Так, ребят, попахивает каким-то обманом Понимаю, понимаю Неужто мы еще увидим какую-то новую Сакуру? Так, ребята, давайте поосторожней Пожалуйста, выдыхайте Побеждает команда, совершившая на большее количество битв Так, карта Сакура Понимаю, понимаю, понимаю А что, какая-то новая карта Сакура? Вау Подождите Да, мои господа Стоп, стоп, стоп Я знаю только одну карту Сакура Это та, которая у нас с вами в Стендофе На которой мы с вами играем А что вот это-то? Я не знаю, что это Но мне оно нравится Оно очень прикольное Какое-то фонтан Фонтан Вы хоть раз видели? Нахрен Фонтан в Стендофе Я лично не видел Поэтому я был бы только за Чтобы все это добавили Так, ребят Слушайте, ну, кажись Это какая-то карта из CSGO Возможно, я ошибаюсь Но, кажись, какая-то карта из CSGO Но меня радует только одно Потому что тут очень много Сакуры Ну, реально похоже, блин На японскую стилистику На этих Самураев, Якудзи и так далее Так, ну, что Смотрим дальше Что же там еще интересненько Так, ни хрена себе Это что за дракон-то был? Давайте еще раз пересмотрим внимательно Я не понял А кто вот это-то? Так, ё-моё Это получается Кент-АПК Махается против дракона И его побеждает А прикиньте Если в Стендоф Ну, мало ли Там в обновлении 0, 20, 0 Добавят Копье Это будет просто Майнкрафт А не Стендоф Я проорал бы Не, ну, карта какая-то маленькая Не? Ну, посмотрите Карта реально маленькая А, зато это была бы идеальная карта Для командного боя Да, карта реально маленькая Но для командного боя Она была бы в самый-самый раз Так, ну что Смотрим дальше Какие-то фонтанчики Слушайте А в фонтанчике Рыбок нету? Блин Рыбок, к сожалению, нету И ещё такой вопрос А как фонтан Тещет с неба? Посмотрите Ну, вообще непонятно Так, давайте Что там дальше Интереснее Так, ну, я понял Понял Прикольная карта Красивая Вижу, вижу, вижу Небоскрёбки Это Всё Не погано Хэштег Не погано В комментариях Но я чуть не понимаю Только одного Это всё? А чё карта такая маленькая-то? Ну, для командного боя Она была бы идеальная Ну, например, для режима аркада Уже маленькая Ребят, я только что заметил Что бигборд двигается Посмотрите Котик лапкой машет Короче, почины Давайте не об этом Я вас всех люблю Обнял, приподнял Обязательно подпишитесь Поставьте лайк С вами был ваш Скинтуха Всем удачи Всем пока